Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! В эти минуты сразу 43 многодетные семьи со всего края принимают поздравления. Все они победители эстафеты подвига с огреем теплом родных сердец. Торжественный прием проходит в концертном зале «Сибирь». Лучшин вручат дипломы и подарки. Победители определили в нескольких номинациях. Например, история рода, многодетная семья, крепкая полная семья. Особое внимание уделят тем, кто внес вклад в развитие добровольчества в селе и городе. Ведь именно уходящий 2018-й стал годом добровольца в стране. За достойное воспитание детей медалями родительская слава наградят три семьи. Приказ подписал губернатор края Виктор Томенко. Эта церемония станет уже 11-й по счету. Автоинспекция Барнаула проверяет общественный транспорт. Особое внимание междугородним и международным рейсовым автобусам, въезжающим и выезжающим с территории города. Стартовала операция «Безопасный автобус» еще 23 октября и продлится до особого указания. Причина – участившиеся ДТП с участием пассажироперевозящего транспорта. Далеко не каждое общение с водителями автобусов заканчивалось на подобной дружеской ноте. За два месяца проверок автоинспекторы составили почти 900 административных материалов в отношении водителей. Основные нарушения – несоблюдение требований дорожных знаков, отсутствие необходимых документов на перевозку пассажиров, отсутствие тахографов, нарушение правил маневрирования. Многие автобусы выходили в рейс с техническими неисправностями. Операция продолжается. В преддверии Нового года в Новоалтайске сегодня вручат ключи от квартир детям-сиротам. Счастливец – две девушки, одна из них уже сама мама годовалого малыша. В свой дом девушки заходят в эти минуты. Всего на Алтае в этом году детям-сиротам выделили 421 жилье. Подавляющее число очереднюков уже подготовили все необходимые документы для получения квартир. В 2018-м для приобретения жилья для этой категории было выделено почти полмиллиарда рублей. Это средства краевого и федерального бюджета. Самому младшему – 4, самому старшему – за 60. Почти 400 спортсменов из разных уголков России и даже Китая приняли участие в международном турнире по кунг-фу «Путь дракона». Прошел он в минувшие выходные в барнаульском спорткомплексе «Темп». Фишкой этих соревнований стали почетные гости мастера кунг-фу, которые приехали из Поднебесной. Подробнее далее. Бои в рукопашную на мячах с оружием и без. Искусство кунг-фу насчитывает больше 120 стилей. Несмотря на то, что в Алтайском крае школа кунг-фу появилась совсем недавно, восточная техника покорилась быстро. В списке лучших кунг-фуистов мира наши спортсмены уже не первый год. Вот и сегодня на международном турнире, который собрал рекордное количество участников, они демонстрируют высший пилотаж. Почему не футбол? Футбол не скучно. Бегать просто. А здесь? Ну здесь судят, здесь волнение, здесь места получаются. Вдохновить юных спортсменов на дальнейшие свершения приехали титулованные легенды кунг-фу. Среди них «Мать драконов» есть такой титул. Главный тренер сборной Китая по кунг-фу, 19-летний чемпион, не проигравший ни одного боя и другие звезды. Глядя на них, говорит трехкратный чемпион мира по кунг-фу Владимир Сурков, наши спортсмены постигают всю мудрость древнейшего боевого искусства. Кунг-фу не просто спорт. Это целая философия. Это смысл и образ жизни. Поэтому здесь основная задача, конечно, воспитание молодежи. Воспитание нравственной, здоровой молодежи. После турнира прошел круглый стол с участием мастеров в кунг-фу и краевых СМИ. Титулованные спортсмены рассказали обо всех тонкостях вида спорта, а также выразили надежду, что в Алтайском крае это боевое искусство с каждым годом будет только набирать обороты. Без очередей и лишней траты времени оформить необходимые документы на покупку квартиры можно просто и быстро. Строительная компания «Жилищная инициатива» предлагает своим клиентам электронную регистрацию сделок с недвижимостью. Если вы думаете, что приобретение квартиры дело утомительное, а чтобы получить заветные документы на новое жилье необходимо потратить много времени, вы ошибаетесь. Главное решиться на покупку, а «Жилищная инициатива» всю бумажную работу возьмет на себя. Своим клиентам компания предлагает сервис электронной регистрации сделок с недвижимостью. Электронная регистрация – очень удобный сервис. Прежде всего он экономит время для наших клиентов. К тому же мы предлагаем электронную регистрацию произвести совершенно бесплатно. Клиент оплачивает только государственную пошлину за договор долевого участия или за договор купли-продажи. На оформление электронной регистрации сделки понадобится всего 15 минут. Сотрудник компании-застройщика оформит заявление, которое автоматически будет направлено в многофункциональный центр. А в течение трех дней на вашу электронную почту придут все необходимые документы. «Нам очень нравится качество построенных домов, инфраструктура. Поэтому данный застройщик нам интересен. И в первую очередь мы пришли сюда, чтобы рассмотреть предложение». И еще преимущество электронной регистрации. Клиенты оплачивают государственную пошлину с 30% скидкой. Сделать это можно через портал госуслуг, с банковской карты или счета мобильного телефона. В общем, если вы решились на покупку новой квартиры, то уже сегодня можете готовиться к новоселью. Вместе с компанией «Жилищная инициатива». И о погоде. Чем порадовать настоящего мужчину? Роскошной рыболовной снастью, праздничным сувениром или подарочным сертификатом? Решать только вам. Настоящие подарки для таких разных, но всегда настоящих мужчин в сети магазинов «Трофей». Многие мужчины мечтают о трофее. «Трофей» знает толк в подарках. В крае по-прежнему морозная, без осадков. В Славгороде до минус 28, около 26. В Камьино-Абье-Рубцовске, чуть теплее в Белокурихе. Минус 22. В Барнауле без осадков. Температура днем до 30 мороза. Это все новости к этому часу. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле. 722-440. До встречи.